Как узнать свои скрытые способности? Видеозадача для умных, но нереализованных, которым поможет найти свои таланты российский профессор, доктор наук и автор более ста научных работ Сергей Вячеславович Савельев. И вот с самого начала я хочу задать вопрос, который многих интересует. Насколько гениальность связана с конструктивными особенностями мозга? Правда ли то, что мозг гения как-то отличается от мозга среднестатистического человека? Да, это так. Мозг гения отличается и именно конструктивными особенностями. Если бы мозги у всех были одинаковы, то блестящая плеяда состоятельных арабских шейхов, которые уже три поколения подряд посылают учиться в Англию, в которую так многие стремятся наши обыватели обучать своих детей, там они бы добились огромных результатов. В области науки, искусства, философии или политики. Потому что если бы мозг был у всех одинаков, то в равных условиях, понимаете, хорошее образование, ну, которое подразумевается, дают в Англии, значит, хотя я в этом сильно сомневаюсь, оно бы привело к тому, что блестящие бы умы пошли по туду валом на Ближний Восток, ну, чего мы, собственно говоря, сейчас и видим. Но насчет Эйнштейнов, Серовых и Репинах, что-то там не очень. То есть это говорит о том, что независимо от образования, нужно иметь еще что-то. И это еще что-то, еще обратил свое внимание Бехтерев, что кроме условий воспитания, условий образования, развития индивидуального семейного, нужно что-то иметь еще в голове. И он был, конечно, абсолютно прав. Если бы гениальные способности можно было развить, то уже было бы много гениев. В сороковые, к сороковым годам стало ясно уже в результате сравнительного исследования мозга гениальных, отдаренных людей, которое проводилось не в Оксфорде и не в Кембридже, а в нашей стране, оказалось, что да, действительно существуют структурные различия между между мозгом гения и обывателя. То есть дело в том, что, если чуть-чуть зайти поглубже, то дело в том, что мозг имеет очень специфическую структуру. То есть определенные области мозга отвечают за определенные функции. Это называется морфофункциональные поля. Они четкие, хорошо видны после смерти. И размеры этих полей определяют конкретные функции. Если поле большое, значит и функция в несколько раз может быть лучше. Вопрос в различиях, количественных. Дело в том, что разные поля коры головного мозга, которые определяют за функции, различаются в несколько раз. То есть во сколько? В коре стандартные различия 3-5 раз – это обыкновенно. Это по полям. А по подполям, из которых они состоят уже за более дробные функции, ну, например, такие, как слуховые функции или зрительные, эти разницы могут по подполям доходить до десятков раз. Гораздо важнее способности, зависящие от структуры мозга. Разница между людьми, обозначим этот момент. Речь идет о разнице между индивидуальными людьми. Если у нас любят порассуждать про расы и этносы, это, мягко говоря, некорректно. Потому что это еще в 30-х годах было русским цитоархитектоником Филимоном. Показано, что индивидуальная изменчивость перекрывает национальную и расовую. И обсуждать тут нечего. То есть в любой нации, следе любых народов, может появиться такой человек с характеристиками выдающимися. И наоборот. Другое дело, что при большой массе мозга, при больших размерах мозга этнических, там частота встречаемости повыше. А в маленьком мозге, ну, понятно, комбинация немножко реже встречается уникальной. Вот, собственно говоря, и все различия. То есть индивидуальность является краеугольным камнем особенностей человека. А в основе этой индивидуальности лежит то же самое, что отличает любого обычного человека, во-первых, друг от друга, а во-вторых, от гения. То есть если там структуры связаны с музыкальной отдаренностью, как у Паганини связаны, были там слухом, восприятием, там десятки-десятки структур с воспроизведением музыки, оказываются очень большими, очень мощно выражены, то перед нами будет гений. И исполнительского мастерства, и как композитор, то есть создатель. Но это бывает очень редко, потому что структур для гений должно быть очень много. Они плохо наследуются, то есть, скажем, в следующем поколении они перемешиваются с материнскими генами, и, соответственно, структура мозга чуть-чуть меняется, а иногда и не чуть-чуть. И поэтому получить от гения и гения вероятность равна нулю. То есть это очень маловероятный процесс, и в этом уникальность гения. То есть, к сожалению, разводить гений как кроликов не получится, потому что эти способности возникают достаточно случайно, то есть набор структур определяющих способностей, и могут возникнуть в любой среде. И все они складываются по воле случая. Хорошо. Какие-то практические из этого вывода можно сделать? Ну, есть самый главный практический вывод, который мы можем сегодня поговорить отчасти. Дело в том, что, собственно говоря, то, что мы называем церебральным сортингом, то есть способность, возможность потенциальная, которая есть при известном напряжении крылышек, то есть технических, финансовых, научных, мы можем сделать, для этого есть все условия, сделать томограф, с помощью которого при пространственном разрешении в один микрон мы будем определять эти способности структурные не после смерти, а задолго до ее поступления, после полового созревания. И таким образом мы сможем делать очень важную вещь. Мы сможем определять, к чему лучше приспособлен человеческий мозг. Конкретного человека. Конкретного человека в конкретной ситуации, потому что никакие психологические тесты, никакие опросы, никакой ЕГЭ никогда в жизни это выявить не сможет. Поэтому точнее всего способности определяют размеры разных частей мозга. Почему? Потому что обезьяны являются имитаторами, к которым мы относимся. И они могут обмануть, вести в заблуждение кого угодно, имитируя ту или иную, например, любовь к коммунизму, как недавно было. Или страстную любовь к фашизму, как было в Германии, что осуждено всем миром. То есть обезьяны привыкли в пользу колбасы обманывать ближнего любым доступным способом. И объективизировать этот процесс пока невозможно, кроме церебрального сортинга, то есть прижизненного определения конструкции человеческого мозга. Для постановки навыка рекомендуем письменно ответить на все вопросы и видеозадачи. Вы хотели бы узнать, к чему вы лучше всего предрасположены? Как это можно сделать по мнению героя видеозадачи? Насколько это доступный и полезный способ диагностики? Ваши варианты ответов на вопросы по видеозадаче оставляйте в комментариях к этому видео. Рекомендуем вам посмотреть базовые видео и проработать дополнительные материалы, чтобы глубже разобраться в теме. Все ссылки будут в описании к этому видео. Благодарим за присыланный фрагмент Самойлова Алексея Александровича и ждем ваших видео на разбор. Подписывайтесь на видеоканалы Рема и Weekend.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин